Книга «Открытым оком», 8 том, вопрос 2111. Тема «Святая Библия». «Можно ли какие-то крылатые фразы у святых брать и пользоваться ими, как мы заучили места Писания?» Отвечает Игнатий Тихночлапки. «Этой мудрости у святых море. Но многое было в обход указанию Христа, идти в мир и там сеять слова жизни. Эти изречения, их остались на бумаге, а в жизни слушали только те, кто к ним приходил за помощью себе. Матфея 23. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте. Евреям 8.11. И не будем учить каждой ближней своего и каждой брата своего, говоря «Поизнай Господа, потому что все, от малого и до большого, будут знать меня». Жития святых. Антоний Великий, 17 января. «Некоторые думают, что большое стечение народа, стесняя святого, стали отгонять от него народ. Но он кротко сказал таким. «Число приходящих ко мне не больше полчесть демонов, с которыми ведем непрестанную борьбу на горе». «Поверьте мне», – подавал Антоний, – «самые стихи мира негодуют, и вся тварь воздыхает о безумии орианском, видя сравненным с собой своего Господа, через которого все сотворено». Юстин мученик 1 июня. На это градоначальник Рустик сказал. «Итак, ты полагаешь зайти на небо и получить некоторую награду от Бога твоего?» «Не полагаю», – возродил Юстин, «но знаю достоверно и надеюсь на это без сомнения». Памва, 18 июля. Когда святая Милания, римлянка, повсюду раздавая свое богатство и имущество нуждающимся Христа ради, пребывала в Александрию, то, услышав о святом Памве, пришла к нему вместе со страноприимцем Пресвитером Исидором Александрийским. Она принесла с собой 300 литров серебра и просила Памву взять себе, сколько хочет, из принесенного ей серебра. Но он даже не вдлинул на него и не перестал рукодельничать. Он плел рогожку, а только ответил ей, «Да вознаградит тебя Господь за твое усердие, которое ты имеешь к нему». Когда же она продолжала настойчиво просить его взять сколько-нибудь, преподобный сказал служащему ему брату, «Возьми, что дают, с осторожностью, и снести и раздай братьям в Ливии, а на островах и на островах. Они очень бедствуют, так как земля у них бесплодна, а братьям египетских монастырей ничего не давай, потому что их земля плодородна, и они могут уметь достаток от своего труда». Тогда блаженная Мелания отдала все принесенное серебротому брату для раздачи бедным и сказала преподобному Памве, «Атче, заметь, сколько я даю серебра, 300 литр». Он же ответил ей, «Бог, которому ты принесла серебро, дочь моя, не спрашивает тебя, сколько ты принесла. Неужели, кто исчерпал воды горстью, свою пядью измерил небеса и вместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы, Исайя 40, 12, не знает о количестве твоего серебра. Если б ты мне давала серебро, то, разумеется, ты сказала бы мне, сколько даешь. А ты даешь его Богу, который не презрел и двух хлеб вдовицы, но принял их охотнее многих богатств». Марк 12, 42. «Так молчи и не воструби перед собой». Матфея 6, 2. Пимен Великий, 27 августа. «Из примера Даниила мы видим, что его не могли оклеветать ни в чем, кроме того, что он служил Господу Богу своему». Этими словами святой дал понять, что человеку должно жить так, чтобы вся жизнь его была ничем иным, как только служением Господу Богу. «Каким образом беречься мне от казни врага?» Отвечал отец. «Когда котел, разжигаемый снизу, кипит, то ни муха, ни кое другое насекомое не может коснуться его. Когда же он остынет, то на него садятся и мухи, и насекомые. Подобно сему, и к иноку, с усердием, подвязающим в делах добровителей, враг не смеет приступить и увлечь его в свои сети. К человеку, уже проводящему жизнь в беспечности и лености, враг приступает с легкостью, увлекает к греху, как хочет». Стихотворение. «Отправлять люблю в командировки, близких со товарищей своих. Молишься о них и ждешь обновки, радость, если что-то на двоих. Новости свидетель долгожданный, будто сам увидел, разузнал. Перепроверять его не надо, на душе внезапная весна. Это ожидание новой встречи, запах и отстранства, и дальних встреч. Сердце успокаивают, лечат, неизвестность сразу сбросит с плеч. Милые, родные, из усопших, чем вы заняты сегодня и вчера? Будет ли свидание хорошим, в тот момент, когда воскреснет прах? Как произойдут тогда свидания? Сколько разговоров и о чем? Непостижимая распахнется тайна. Там за все, за все давать отчет. Говорю не о суде, а встречах, долгожданных, в прошлом невозможных. Это новизна, так будет вечно, лет по тридцать всем и не моложе. Без Христа проживший, не спасенный. Кто отверг Писание, погиб. Грех не скинешь, на чертей масонов, на шестерке, окаянный чип. Встреча для спасенных будет сладость. Милосердных примет нищета. Многих, многих погубила жадность. Суета, сует, все суета. Наяву прошедшее восстанет. Самым страшным чудом из чудес. Со святым, со Христом свидание. Постоянно, неизменно есть. 2003 год, Игнатий Тихонович Латкин.